Здравствуйте! В эфире «Космическая среда». Представляем самые интересные новости российской космонавтики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Космонавт приземлился неподалеку от деревни Смеловка в Саратовской области. Его полет вокруг Земли открыл эпоху пилотируемых космических полетов. Юрий Гагарин прожил всего 34 года. Он погиб в 1968 году в авиационной катастрофе. В день рождения Юрия Гагарина руководство Роскосмоса, соратники и друзья космонавта по традиции возлагают цветы кремлевской стене в дань памяти первому космонавту планеты. На космодроме Байконур продолжается заключительный этап подготовки к старту пилотируемого корабля «Союз МС-21», получившего имя Сергей Павлович Королев в честь 115-летия со дня рождения главного конструктора ракетно-космической техники нашей страны. Именной корабль уже заправлен и состыкован с переходным отсеком. Командир основного экипажа корабля, герой России, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, для которого грядущая экспедиция станет третьей в его космической карьере. Бортинженеры основного экипажа Денис Матвеев и Сергей Корсаков отправятся на орбиту впервые. Старт ракеты-носителя «Союз-21А» с кораблем «Союз МС-21» 18 марта 2022 года. Генеральный директор Центра имени Хруничева, входящего в Госкорпорацию «Роскосмос» Алексей Варочка, рассказал о том, как будет организован на московской площадке предприятия переход с производства ракет-носителей «Протон-М» на ангару. На московской площадке в 2023 году завершается изготовление последних четырех ракет-носителей «Протон-М». Участвующий в этом персонал уже плавно переориентируется на производство третьей ступени ракеты «Ангара-А5», которая развертывается в этом же цеху, сказал он. По его словам, на московской площадке Центра Хруничева также планируется организовать изготовление всех отработочных моделей и летных изделий в интересах создания кислородно-водородного разгонного блока КВТК и кислородно-водородной третьей ступени ракеты «Ангара-А5В». Генеральный директор также отметил, что в настоящее время работники московской площадки привлекаются к изготовлению ракеты «Ангара» в Омске. На седьмой международной конференции «Арктика» холдинг «Российские космические системы», входящий в госкорпорацию «Роскосмос», представляет возможности космической отрасли по информационному обеспечению социально-экономического развития арктической зоны России. Специалисты РКС расскажут о навигационном обеспечении «ГЛОНАСС» в Арктике и на Северном морском пути, о проекте «Цифровая земля для северных районов», а также о новых возможностях орбитальной спасательной системы «Каспас-Сарсад». Перспективы роста интенсивности транспортных потоков в арктической зоне России требуют увеличения точности навигационного позиционирования в северных широтах. Создание системы навигационного обеспечения, которая будет определять объекты с прецизионной точностью и высокой достоверностью, считают в РКС приоритетом. Представленная на Арктике 2022 технология обеспечит высокоточной навигацией не только северный морской путь, но и других потребителей в регионе, включая операторов наземных и авиационных беспилотных средств. Космонавт Роскосмоса Петр Дубров 15 марта 2022 года установит рекорд по длительности полета в рамках программы Международной космической станции среди россиян. Он превысит достижения космонавта Михаила Корниенко, который с марта 2015 года по март 2016 совершил полет по программе МКС с продолжительностью 340 суток, 8 часов, 42 минуты и 54 секунды. Петр Дубров отправился на Международную космическую станцию 9 апреля 2021 года на пилотируемом корабле «Союз МС-18», получившего имя Юрий Гагарин. Планируется, что в конце марта Петр Дубров вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-19» вместе с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и астронавтом НАСА Марком Ван Де Хайем. На сегодня все. И до встречи в космической среде! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok